Суббота на нашем канале. Золотой век советского танго в программе Романтика Ромакса. Суббота на нашем канале. Большой экскурс в историю. В начале 20 века с развитием техники, транспорта, торговли и экономики связи между континентами заметно усилились, и возможность пересечь океан стала реальностью, а не опасным приключением. В Европу в поисках развлечений хлынули разбогатевшие латиноамериканцы, а вместе с ними из Южной и Северной Америки стала проникать новая музыка. Пряное и страстное танго, фокстроты и чарльз-стоны. Эти ритмы стремительно проникли и в Советский Союз и стали популярнейшей музыкой в 20-30-е годы. И сегодня на нашей сцене прозвучат лучшие шлягеры 20 века в исполнении великолепных лауреатов премии города Москвы, лауреатов премии «Национальное достояние», лауреатов премии фонда Ирины Архиповой. Арт-проект «Тенора XXI века» под руководством Дмитрия Сибирцева. И сейчас мы услышим легендарное танго из репертуара Вадима Козина в исполнении солиста Большого театра России Максима Пастера. А помогать им будет Emotion Orchestra и его художественный руководитель, мультиинструменталист Юрий Медяник. Осень прозрачная, утро, Небо как будто в тумане, Даль из тонов перла бутра, Солнце холодное дальнее. Где наша первая встреча, Яркая, острая, тайная, В тот летний памятный вечер, Милая, словно случайная, Не уходи, Тебя я умоляю, Слава любви Пократ я повторю. Пусть осенью в дверей, Я это твердо знаю, Но все же не уходи, Тебе я говорю, Нашу голову, Нам никогда не тесе, Когда ты в нем, Кто 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 в нем, Не уходи, Еще не спе, Да столько песен, Еще звени, В гитаре каждая струна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашу голову, Нам никогда не тесе, Когда ты в нём, то в нём взлетёт письма. Не уходи, ещё не спето, только песен. Ещё звеник в гитаре каждая. Руно. Руно. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы бы хотели пригласить к нам на беседу Юрия Медяника и Дмитрия Сибирцева. Господа руководители, пожалуйте. Дмитрий, «Тенера XXI века» не впервые участвует в нашей передаче. А вот скажите, как родилась идея этой программы, составлена из песен, вдохновлённых танцами? Это идея наша вместе с Юрием, потому что мы сделали много совместных программ. И первая программа была латиноамериканская танго. Естественно, знаете, как наш ответ Шимберлену, это танго советская, танго 30-х, 40-х годов. И написано огромное количество замечательной музыки, которая была спета прекрасными исполнителями. Пётр Лещенко, Вертинский, Утёсов. И мы решили попробовать сделать такую программу. Более того, мы её даже записали. Юрий, вы мультиинструменталист. А вот почему вы для сегодняшней программы выбрали исключительно баян, а не, например, скрипку или бандонеон? Я посчитал, что лучшим инструментом, наиболее точно отражающим это веяние, эту мелодику, будет, конечно же, баян. Безусловно, бандонеон — это символ аргентинского танго, символ аргентинских мелонг. Я думаю, что только инструмент баян или только тембр этого инструмента может наиболее точно отразить то сердце. Сердце, которому не хочется покоя. И что удивительно в советском танго и в тех произведениях, которые мы будем сегодня исполнять, у каждого из инструментов, которые вы видите сегодня на сцене, есть своя очень важная роль, которая открывается на протяжении программы. Ну что ж, мне кажется, мы должны поблагодарить Дмитрия и Юлия за прекрасные ответы. Просим вас занять ваши командные места. А мы готовы продолжить нашу программу. Сид из репертуара Петра Лещенко. Фокстрот «Моя Марусечка» в исполнении шансонье — это легкая песенка с незатейливыми словами. Тогда сразу приобрела популярность. Несмотря на то, что после смерти певца в нашей стране на его имя было наложено негласное табу и снято только 30 лет спустя, в 1988 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку. Поет Петр Лещенко, которая стала настоящей сенсацией, несмотря на десятилетия забытья. И мы приглашаем на сцену солиста Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова. Встречайте, Александр Богданов и солистку шоу-балета «Рандеву» Марину Копылову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Их надо, моя Марусичка, моя. Ух, моя Марусичка, а сейчас хватит. Я ведь горю тебя, молю, будь моей женой. У нас качество прозвучавшее. Марусичка — это перекочевавший к нам из Европы. В частности, из Польши, популярные мелодии. А сами исполнители, например, тот же Петр Лещенко, писали для них русские слова. Но следующий номер — танго. Счастье мое, родом из России. Впервые было исполнено Георгием Виноградовым. А сейчас мы услышим эту песню в исполнении солиста Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова Георгия Фараджева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Счастье моё Счастье моё Это радость цветенья весной Но это ты, моя любимая, всё ты Счастье моё Посмотри, наша луна светёт Сколько любви и веселья вокруг Радость моя Эта молодость песни поёт Мы с тобой неразлучны вдвоём Мой цветок, мой друг Счастье моё Счастье моё Я нашёл в нашей дружбе с тобой Всё для тебя И любовь, и мечты Счастье моё Это радость цветенья весной Что это ты, моя любимая, всё ты АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Открою вам эту тайну Влади Это псевдоним Польского композитора и поэта Владислава Околокулака И в Лейпай Он и встретился с Петром Лещенко Во время гастролей певца В 1931 году После чего Лещенко и включил Вот это танго Скучно В свой репертуар Встречайте На сцене Лауреат международных конкурсов Победитель телевизионного проекта Русские теноры В Лос-Анджелесе 2008 года Сергей Писарев Забыла клятву нашу Навеки быть со мною Ушла не оглянувшись И стала вдруг чужой Ушла и ты Уйду и я Но как всегда я буду Молиться за тебя Скучно Мне хочется добыться Забыть весь мир Но забыть тебя Грустно Чем уже мне так Чем уже жизнь Коль нет тебя Ты ведь ушла К другим И больше не вернётся Я не вернётся О, для меня Поставь и призабвенье Скучно Чем уже мне Чем уже жизнь Коль нет тебя Я не вернётся Я не вернётся Я не вернётся Я не вернётся Ушно, не хочется забыть, Забыть весь мир, но забыть тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Леонида Утесова можно по праву назвать первопроходцем советского джаза. В 1928 году в Париже Утесов услышал американский джаз-оркестр Теда Льюиса и, вернувшись в Ленинград, он создал свой теоджаз, который исполнял как западные шлягеры, так и отечественные, написанные специально для этого коллектива инструментальные пьесы и песни. На сцене лауреат международных конкурсов, постоянный участник проекта «Романтика-романса» Александр Захаров. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Придешь домой, махнешь рукой, и выйдешь замуж за вас в диспетчера, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не герой, заявляю заранее Но буду ждать и доставать Если ты не придешь до свидания Шумит волна, плывет луна От слободки за дальние мельцы Пройдут года, но никогда Это чувство к тебе не изменится Пройдут года, но никогда Это чувство к тебе не изменится Популярность эта музыка приобрела Благодаря техническому прогрессу А именно в 20-х годах был придуман Новый способ записи грампластинок Электроакустический А раньше прослушивание пластинок Это был целый ритуал Нужно было завести патефон Аккуратно достать, протереть Дорогую хрупкую пластинку Поставить на нее звукосниматель с иглой Услышать теплое шуршание вначале А затем и желанную музыку Ой, Санатович, ваши слова льются подобно музыке Встречайте, Александр Богданов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ Моя любовь не струйка дыма Что плынет вдруг в сиянии дня А вы прошли с улыбкой мира И не заметили меня Вам, возвращая ваш портрет Я о любви вас не молю В моем письме упрека нет Я вас по-прежнему люблю В моем письме упрека нет Вам, возвращая ваш портрет Я о любви вас не молю В моем письме упрека нет Я вас по-прежнему люблю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас прозвучит песня «Пчела и бабочка» Ее первым исполнителем был знаменитейший французский певец и композитор Анри Сальвадор В Советский Союз песня добралась в 1957 году И первым ее исполнителем стал Владимир Нечаев Ну а суперпопулярность эта мелодия приобрела благодаря Николаю Никитскому Ее мурлыкало под нос почти все взрослое население Союза И снова на сцене Максим Пастер АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ И, вздыхаясь, оп и ах, тонет гусеница в слезах, а над ней жжет пчела, как всегда весела. И гусеница, настрадавшись днем, заснула низ и покойным сеном, А, пробудившись ото сна, она уже бабочкой была. Утром сердце свое пчела этой бабочке отдала, И они в голубую жизнь вместе с ней понесли. По лугам и морям и садам, они вместе летают, А роматом паят их цветы, жизнь полна красоты. Эту песню я вам пропел, каждый понял, что сам сумел, И зачем повторять вновь, что такое любовь? ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ ЧТО ТАКОЕ... 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 ЛЮБОВЬ... Танго и фокстроты Марка Марьяновского неразрывно связаны с именем Петра Лещенко Марк Марьяновский сочинял с самого детства и всегда мечтал посвятить свою жизнь музыке Но отец считал, что сыну нужно овладеть какой-нибудь более серьезной профессией Отправил его в Петербургский политехнический институт В свободное от основной работы время Марк Марьяновский сочинял свои музыкальные жемчужины Например, танго Татьяна Слово сказать, Татьяна это персонаж невымышленный Марьяновский посвятил танго своей первой любви Воспоминания которой хранил всю жизнь И много лет спустя он встретил свою первую любовь в Париже в баре-ресторанах Это танго сегодня исполнит Сергей Писарев АПЛОДИСМЕНТЫ Встретились мы в баре-ресторанах Как мне знакомы твои черты Где же, где, скажи, моя Татьяна Моя любовь и наши прежние мечты Вижу губ накрашенных страданий В глазах твоих молчанье пустоты Где же, где, скажи, моя Татьяна Моя любовь и наши прежние мечты Татьяна, помнишь дни золотые Пустые середи и луну в тишарей Татьяна, помнишь грезы былые Тебя любил я Не вернуть нам юных дней Татьяна, помнишь дни золотые 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 Татьяна, помнишь грезы былые Татьяна, помнишь грезы былые Татьяна, помнишь дни золотые Татьяна, помнишь дни золотые Татьяна, помнишь дни золотые Татьяна, помнишь, дни золотые, Весны прошедшей мне в силах вернут. В 20-е годы существовала мода в песне на русский колорит. Как правило, признаком «русскости» служили чай, самовар, водка, балалайка, гитара, гармошка, тройка, ну и, конечно, русские имена, лирический героинь Маша, конечно, Катюша, Марфуша, ну и Дуня. Поет Георгий Фараджев. Помнишь, как на маскиной Москве были едины и петли блины? Жирный блин царил на всей земле, все от блинов были пьяны. И хозяйцем милою была, и блины мне вкусные пекла. Дуня, люблю твои блины, ах и Дуня, твои блины вкусны. В твоих блинах спокойнее, если вкус, твоих блинов съесть много, я беру. Дуня, давай ты нос огня, ты Дуня, целуй сильней меня. Твой поцелуй расходят мигом спли, твой поцелуй и горячка все дыбли. Твой поцелуй и горячка все дыбли. Твой поцелуй и горячка все дыбли. Масленицы помнишь ли, росла? Емщик нас быстро к ярумжал. Жарко было нам с тобой в конях, тебя я страстно целовал. А потом прогнаться мне не прочь, я блины с тобою ел все ночи. Дуня, люблю твои блины, ах и Дуня, твои блины вкусны. В твоих блинах спокойнее, если вкус, твоих блинов съесть много, я беру. Дуня, давай ты нос огня, ты Дуня, целуй сильней меня. Твой поцелуй расходят мигом спли, твой поцелуй и горячка все дыбли. Еще одно имя, без которого невозможно представить нашу сегодняшнюю программу. Это имя композитора Оскара Строка. В 1922 году молодой музыкант вместе со своей семьей переехал из Петербурга в Ригу. И с собой привез уже целый портфель изданных сочинений. Строк очень быстро завоевал признание. Дела шли отменно. Но неожиданно в жизни Строка появилась черноокая роковая красавица. Все как в романсе. Которая вскружила голову музыканту. Вместе с ней, бросив все, Строк умчался в Париж и подумывал остаться там навсегда. Но красотка оказалась ветреной, а его финансовые средства не столь уж обширными. И примерно через полгода ему пришлось вернуться обратно в Ригу. Творческий итог этой истории появился в необычайно ярком всплеске композиторского таланта. На сцене Александр Захаров. Был день осенний, и листья грустно подали. В последних остров, Печаль крустальная жила. Друзки тогда с тобою мы не знали, Ведь мы любили, И для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза. Меня плени, Их позабыть нигде нельзя, Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза Меня погубят, Их позабыть нигде нельзя, Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза Кто вас полюбит, Тот потеряет навсегда И сердце, и покой. Их позабыть нигде нельзя, Ах, эти черные глаза Ах, эти черные глаза Меня погубят, Их позабыть нигде нельзя, Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза Ах, эти черные глаза Кто вас полюбит, Тот потеряет навсегда И сердце, и покой. Ах, эти черные глаза Кто вас полюбит, Кто вас полюбит, Тот потеряет навсегда И сердце, и покой. Ах, эти черные глаза И сердце, и покой. Ах, эти черные глаза В заключение Прозвучит песня «Дружба», Которую исполняли несравненные Клавдия Шульженко и Вадим Козин. И мы надеемся еще не раз Видеть этот замечательный коллектив На нашей сцене. До свидания, зрители и телезрители Романтики-романса! До скорой встречи! Наша дружба продолжается! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг Необычайным светлым узором Земля и небо вспыхивают вдруг Веселье сейчас И боль разлуки Хочу делить Давай всегда Давай пожмем Друг другу руки И в дальний путь На долгие года Мы так близки Что слов не нужно Чтоб повторять Друг другу вновь Что наша нежность И наша дружба Сильнее стран И больше, чем любовь Веселье сейчас И боль разлуки Хочу делить На долгие года Давай пожмем Друг другу руки И в дальний путь На долгие года И в дальний путь Веселье сейчас И в дальний путь Придет К вам снова Вернемся мы Всего тогда Тогда дадим Друг другу слово Что будем вместе с вами навсегда Что будем вместе с вами навсегда Что будем вместе с вами навсегда Продолжение следует Субтитры призыве Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok